Всемирный день учителей отмечают в России. В этот день поздравляют и чествуют работников образования. Награждают за особые вклады и достижения. Как говорят, педагог не профессия, это призвание. Из Тверской области – Цумадинский район. Надежда Фролова, героиня нашего следующего сюжета, преподает английский язык в школе, расположенной высоко в горах Дагестана. Женщина переехала в нашу республику, чтобы быть ближе к приветливому народу, как она считает. И именно здесь ей удалось обрести душевное спокойствие. Сюжет о русской учительнице в дагестанском селе подготовила Хадижа Курбанова. С чувством, с толком, с расстановкой. Так проходит каждый урок английского языка в классе Агвалинской гимназии. Надежда Фролова здесь всего месяц, но уже успела привить детям любовь к себе и к своему предмету. Имя каждого ученика она знает наизусть, а уроки проводит в игровой форме. Считает, что так дети лучше усваивают информацию. Хорошо объясняет английский язык. На каждом уроке мы делаем зарядку, гимнастику. По-моему, она самая лучшая ученица английского языка. Что именно тебе нравится в ходе урока? Она очень хорошо объясняет английский язык. Мы все понимаем. Мы узнали новые слова, предложения, тексты и так далее. Переехать из далекой Твери в Дагестан ее побудила любовь к нашей республике. Летом Надежда Фролова побывала в Цумадинском районе и осталась под большим впечатлением от красивого вида горы и добродушного приема местных жителей. До этого в республике она не была и знала лишь о том, что это родина Хабиба Нурмагомедова и Расула Гамзатова. Музыка такая есть. И не морякона, а одинокий пастух. Мне она всегда нравилась. Я так представляла, что я в горах. Почему-то еще читала Расула Гамзатова. Как бы изначально, конечно, летом я поехала просто посмотреть, не то, что прямо сразу переехать. Меня так гостеприимно встретили и Министерство образования летом. Как бы я просто вообще пообщалась с местными жителями, познакомилась. Познакомилась с Абдулманапом Нурмагомедовым, познакомилась, поработала у него в лагере спортсменов. Как-то посмотрела на жизнь в Дагестане. Мне захотелось даже переехать. Надежда временно остановилась вместе с сыном в местной школе-интернат. Она вошла в программу «Земский учитель», а значит, скоро у нее будет возможность приобрести жилплощадь в селе. Почти каждый день у нее по шесть уроков, плюс классное руководство, а в планах открыть кружок французского языка. Коллексив принял новую коллегу добродушно, ведь хорошего учителя английского языка здесь не хватало долгое время. В последнее время учителя английского языка ушли, ну по возрасту, по болезни, поэтому появилась такая вакансия. А так здесь вакансия, дефицит бывает. Она приехала в новое место, здесь менталитет новый, люди разные, поэтому, конечно, без мелких проблем, мелких этих вещей не бывает. Свободное от работы время Надежда изучает окрестности. Здесь все для нее ново и любопытно, поэтому при малейшей возможности женщина старается пройтись по горной территории. Свободного времени у меня очень мало, потому что все-таки много новой, незнакомой работы. Но когда я отдыхаю, я стараюсь выйти на природу, потому что здесь удивительная действительно природа, как в Швейцарии, даже лучше. И вот когда я вижу вот такую горную речку, такие горы и воздух, потому что как-то здесь я заряжаюсь энергией. Я считаю, что здесь вообще Дагестан – это такое место силы. Так, высоко в горах и вдали от Родины, но нисколько не чувствуя себя одинокой, Надежда готова жить еще долго. Ведь главное для женщины – душевный комфорт и спокойствие. И именно здесь она это обрела. Хадижа Крубанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Цумадинский район.